Равнение на героя Великой Победы. Ему было 17, когда он ушел на войну. Студент 2-го курса. На фронт Геннадий Анциферов отправился добровольцем. В июле 43-го направлен в 19-ю, а затем в 5-ю воздушно-десантную бригаду. На груди множество наград. Среди них орден Отечественной войны и медали за освобождение Белоруссии, за победу над Германией, а за боевые заслуги первая он получил ее в 44-м году. В 2020-м на груди новая медаль, уже юбилейная. Он всегда такой. Бодр духом. И духом очень силен. Очень сильный дух. Всегда был пример для меня. Других примеров у меня нет в жизни. Это мой папа. Знамя парада у дома ветерана подхватили и росгвардейцы. Ведомство поздравило Владимира Смолькина. Его призвали на военную службу в 42-м. В составе гвардейской стрелковой дивизии попал под Харьков, где в то время шли жестокие бои. После с тяжелыми боями освобождали Полтаву. В мирное время 29 лет жизни посвятил службе во внутренних войсках. Я служил в этой части. Часть хорошая. Я служил там. Пришла на пенсию оттуда. Я ее формировал. В этом литейскую часть она влилась. Тоже формировал. Это было дело. Дух праздника удалось сохранить, несмотря на то, что сегодня 80% дня победы онлайн. Социальные сети задолго до памятной даты наполнились историями ветеранов, фотографиями бессмертного полка, песнями победы. Каждый получил возможность выразить свою индивидуальность или приобщиться к одной из масштабных всероссийских акций. Что такое День Победы? Это утренний парад. Дороги Победы. Первый в России театральный онлайн-марафон с таким названием провел 9 и 10 мая Димитровградский театр драмы. Подключились к нему 29 театральных коллективов со всей страны. 12 мая наградили победителей. От оргкомитета были получены специальный приз. Получил Кировский драматический театр имени Кирова за спектакль «Марина Поля». Специальный приз оргкомитета за прославление подвигов победителей получил у нас Воронежский драматический театр за спектакль «Ворон». В дорогу в честь Победы в Целининском районе общественная организация «Отчизна» провела традиционный легкоатлетический забег. 13 марафонцев и расстояние 28 километров. На финише их ждал ветеран Иван Муляков. В этом году был уникальный формат празднования онлайн. Насыщенный очень мощно интернет-контент патриотическим содержанием, причем искренним. Люди же не по указке выходили, не по приказу, они искренне пользовались возможностью онлайн сказать на всю сеть, на весь интернет, на всю Россию, как они славят наших победителей. Помнить о павших и чтить живых в наших силах помогать тем, кто среди нас. Небольшой вклад в большое дело едва ли сопоставим с тем, что сделали для нас наши деды и прадеды, сражаясь с врагом.